Приветствую всех садоводов-любителей и подписчиков моего канала в этот солнечный теплый день 16 апреля 2020 года в моем саду в царстве колоновидных деревьев. Погода у нас устоялась, ночных заморозков уже нету и наверное не предвидится. И это означает, что мы можем приступить к первому поливу, к первой подкормке плодовых деревьев. Это видео, в котором я вам покажу полную методику первого весеннего полива и подкормки, будет полезно как опытным садоводам, так и начинающим. В качестве подкормки будем использовать такое вот удобрение Шельтика. Шельтика весна-лето. Я им пользовался прошлый год, мне она очень нравится. Сбалансированный состав. Здесь 12% азота, 8% фосфора, 14% калия, есть сера 8%, магний, кальций, марганец, железо, бор, медь, цинк и молибден. Весной нашим деревьям особенно требуется азот, поэтому в фертике весна-лето его больше, чем в лето-осени. Норма на каждое плодовое дерево около двух столовых ложек. Вот такие холмики я сделал для того, чтобы положить наше комплексное удобрение вокруг лунки. Субтитры делал DimaTorzok Итак, начинаем нашу подкормку. Две столовые ложки будет достаточно. Весной наши деревья как никогда нуждаются в азоте. Его надо давать до примерно до середины июля или до первого августа. Далее азот мы не даем, а даем только калийфоск. Никогда не забывайте про это условие. Таких подкормок можно сделать три. Одну в апреле, одну в мае, одну в июне. Главное не перебарщивать с дозировкой. Лучше чаще, но меньше. Ну а после первого августа ни в коем случае нельзя давать азот. Почему? Потому что в случае теплой зимы пойдет рост зеленой массы и дерево при непродолжительных заморозках может погибнуть. Если заморозки будут ниже 25 градусов примерно. Поэтому тоже не забывайте об этом правиле. Чем мне нравится фертика, так это тем, что в ней есть все. Не надо давать отдельно калий, фосфор, азот. То есть здесь истекали фосфор, азот. И мы, когда даем фертику, мы насыщаем дерево всеми полезными микро- и макроэлементами. Весна в Астрахани выдалась совершенно без дождей. Поэтому, конечно же, первый полив очень даже необходим по времени. Сегодня уже, как я вам сказал, 16 апреля. И вот после того, как мы подкормим наши плодовые деревья, мы начнем делать полив. Кто не видел видео на моем канале о проведении благозарядного полива, советую вам его посмотреть. Благодаря этому методу мы справились с бесснежной зимой и с отсутствием дождей в весенний период. То есть у нас деревья чувствовали себя очень даже неплохо. И земля сейчас не кажется сухой. Хотя мы еще и не поливали весной. Самое главное при проведении подкормки не переборщить. Лучше дать, как я уже говорил, на меньше, но чаще. То есть 2 столовые ложки это уже предел. Больше давать нежелательно. Это называется перекормить дерево. Все плодовые деревья прекрасно перенесли зиму. Чувствуют себя очень даже хорошо. Этому, конечно же, способствовал проведение благозарядного полива и осенняя подкормка калием и фосфором. Ни в коем случае не азотом. Цветение в этом году было очень ранним, потому что стояла очень теплая погода в конце марта. Даже в середине марта до 25 градусов тепла. А затем морозы немножко картинка-то испортили. Все колоновидные яплони очень хорошо перенесли зиму и обрезку, которую мы производили 2 недели назад. Это черешня тоже неплохо пошла. Посажена в прошлом году. Теперь слегка присыпаем это место. Обращаю ваше внимание, чтобы над корневой шейкой оставался холмик. Вот как в этом случае. Ну вот, почти скрылось солнце, и мы приступаем к нашему первому движению. В 2020 году поливу поливаем через банку. Именно вот таким способом. При поливе таким методом не размывается корневой слой. Напор должен быть очень слабый. В среднем на одно дерево требуется около, ну, примерно одного часа. У нас прошло 20 минут. Вот такое сейчас у нас состояние. Обращаю особое внимание на то, чтобы место, где корневая шейка, оставалась сухой. Вот видите, как в этом случае. Прошло примерно 40 минут. Ну, я думаю, достаточно для первого нашего дерева, политого. И перекладываем на второе дерево. Вы, наверное, спросите меня, когда лучше проводить полив. Полив лучше всего проводить в вечернее время. Когда солнце стоит в зените, полив, конечно, нежелательный. Итак, прошло около 40 минут. И мы перестаем давать влагу вот этому дереву. Корневая шейка, как видите, очень сухая. При поливе всегда обращайте внимание на сухость или переуложненность почвы. Вот в данном случае влагозарядный полив, который мы провели осенью, он благоприятно сказался на деревьях. И вот в данном случае 20 минут для этого дерева достаточно. То есть могу убирать шланг. У нас тем временем вечереет. Становится уже заметно прохладнее. Ну, а полив продолжается своим ходом. Итак, наш полив продолжается. 10 часов вечера. Обратите внимание, вот корневая шейка сухая. Приветствую вас всех снова. Сегодня уже 18 апреля. Прошло более суток с того момента, как мы расстались. И сегодня мы продолжим полив. Но продолжим мы его после 5-6 часов вечера. А сейчас произведем рыхление тех деревьев, которые мы полили 16 числа. Стоит невероятно жаркая погода. Но по ощущениям градусов 25 тепла. Так, приступаем к рыхлению наших политых деревьев. Я при рыхлении использую обычную ложку. Хотя у меня много инструментов для рыхления. Но почему-то мне нравится обычной ложкой рыхлить. Вместо ложки можно, конечно, использовать классический инструмент для этого дела. Но я все равно люблю пользоваться просто ложкой. У яблони корни располагаются близко к поверхности. Поэтому не более чем на 5 сантиметров рыхление производится. Ну и желательно производить его не сразу же после полива. И не через 2-3 часа, а часов через 10-12. Вот в нашем случае прошло более суток. Ну, рыхление, конечно же, производить обязательно. Иначе наши корни не будут получать кислород, воздух. И, соответственно, им будет не очень комфортно. Но это будет препятствовать, конечно, росту нашего дерева. Итак, мы провели рыхление некоторых деревьев, которые были политы сутки назад. Вот результат рыхления нашего. Продолжение следует... У нас уже стемнело, полив мы продолжаем, естественно. 22.30, к сожалению, мы не успеваем завершить полив сада, и у нас останется 11 деревьев на завтрашний полив. Это будет уже третье сутки полного полива сада. Ну а теперь, спустя сутки, проводим рыхление тех деревьев, которые мы накануне поливали. Мы тем временем провели рыхление тех деревьев, которые мы позавчера полили. Итак, мы закончили полив нашего сада полностью. Итак, мое видео подошло к концу, оно продолжалось с 16 по 20 апреля. В нем я попытался раскрыть для вас методику проведения первого весеннего полива и подкормки. На этом с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением. Ваш Ренат. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»